19 побед, 10 из которых нокаутом Чемпион Германии по версии GBA Из Старограда Гданского Лукаш Русявич В красном углу ринга боксер из Украины Ему 29 лет, рост 194 сантиметра На профессиональном ринге провел 24 поединка Одержал 23 победы, 16 из которых нокаутом Интерконтинентальный чемпион по версии WBA Из Киева, Яго Киладзе Так, формула этого поединка тоже 8 раундов по 3 минуты Накануне ничего не стоит, рейтинговый бой Яго Киладзе после досадного поражения в 2013 году От Юри Каембре Каленге Нокаутом во втором раунде Долгое время не выходил в ринг Но вот так вот неожиданно для многих он появился Причем в лагере Владимира Кличко Он уже не один раз работал его спарринг-партнером Киладзе достаточно высокий боксер 192 сантиметра у него рост Очень техничный Хорошие у него навыки Многие, наверное, любители бокса Смотрели за прогрессом этого боксера Когда он еще выступал в Донецке За клуб Union Boxing Promotions Ну и вдалий век 29 лет у Яго Киладзе Для того, чтобы наближаться и подступать До серьезных вершин у профи-бокса Так, он был и чемпионом света сред молодых И интерконтинентальным чемпионом за версию WBA Но все-таки, все-таки, все-таки Потенциалы этого боксера Можливо, таки, что он способен Змагаться и за звание чемпиона света Чому бы и не Вин рухливый, он быстрый Вин абсолютно не имеет зайвости И у него хорошие спарринг-партнеры Власне, сам он был спарринг-партнером Володимира Кличка Когда он готовился к поединке Проти Дженненса Отже, Яго Киладзе Проти непоступного Русевича Який почти половину своих побед Забыл нокаутом, до речи Это тоже такая важливая характеристика Пока что Киладзе швидший Можно поляка характеризовать как Такого Джорнимана, достаточно стойкого Который принимает любые вызовы Очень часто он боксировал в Германии В Польше Ну а по поводу Ну а по поводу Да, по поводу Юрия Каленги От которого потерпел единственное поражение Киладзе Так это тот самый Каленга, который В своем последнем бою Совсем недавно, 10 апреля Боксировал против чемпиона мира Дениса Лебедева И причем послал его в первый Нокдаун в карьере Лебедева Бой был очень непростой для российского боксера Каленга действительно Боксер топ уровня И возможно, возможно, все может быть Мы еще и увидим матч реванша Киладзе Каленга Очень хотелось бы, наверное, многим этот бой увидеть Как хорошо под руку пробил Яко Киладзе Да Леско очень акцентированно Яко Киладзе выступает, напоминаю, под украинским прапором Ну а мает в очевидении грузинское корень Он родился в Тбилиси Да, он переехал в Украину Получил украинское гражданство Поступает под желтоблокитным прапором Такой режущий дальний удар по корпусу Техника, конечно, на заглядение У Киладзе Не доводилось многие бои С его участием комментировать Действительно, прогресс был очень серьезный Начиная вот с первых боев Установился в каждом бою все лучше и лучше Но это бокс И такое часто бывает Множество примеров этому Когда ты оступаешься Это случилось и с Яго Он это все прошел Переживал, переварил И мы видим сейчас Действительно демонстрирует очень Зрелый, качественный бокс И мы надеемся, что он Поднимется в рейтингах Как можно быстрее И будет уже оспаривать Титулы К этому он готов У него хороший послужной список Множество боев Сейчас в независимом боксерском рейтинге Киладзе на 48 месте А как хорошо на встрече выкинул двойку Яго Киладзе Голова их тут переводит Знову ж таки Ци выбухи активности От Яго Киладзе Дуже симпатично Выглядит так с блогом Ну такая оправданная тактика Со стороны Яго Дальняя дистанция Работа на ногах Его речь Невооруженным глазом Видно намного больше Дистанция атаки у него длиннее Кто может позволить себе держаться И боксировать С дальней Ну и зараз что роботе Яго Киладзе Він фактично залишает Лукаша Русевича На одинце С собою Але от щойно застоявся На мить залишився на месте И пропустил Цим Русевич небезпечный Досвіду ему не бракує Він провів 38 поединків На проферинзе Уявите собі Бачив усе Да, проигрывал лишь дважды Досрочно Очень стойкий парень Однозначно Яго має показувати Свій бокс И не давати Русевичу диктувати Свої умови За жодних обставин Да, Русевич Кстати говоря Боксировал дважды Еще с одним Грозным соперником Топ уровня В Крузервейте Это Рахим Чехкиев Дважды с ним боксировал Дважды проиграл Но прошел полную дистанцию Так и не смог Его Нокаутер Чехкиев Опустить на канвас Сможете сделать Это Келадзе Это Келадзе тоже вопрос Келадзе 16 досрочных побед Напомним Из 23 хороших Коэффициент До срочных побед Был в этом раунде Один небезопасный Дзвоночок для Украинского боксера Но, естественно Загальний пиццамок Тут На користь Келадзе Да, вот левый боковой Немножко зацепился Келадзе Крусевич опасен На ближней седней дистанции В основном Мы видим у него Такие боковые Круговые удары Ну, радят Тримати Польскому боксеру Руки Весь час Нагорі И Якщо Влучив То не відпускати Ну, это Рожа теория Звісно ж На практике Це набагато важче Зробити Але, принаймні Таке пролунало У куті Польскому боксеру Да, мы видим Келадзе Такая присущая ему Манера защиты Отходит он Зачастую По прямой Оттягивается Назад Где-то даже Можно было бы Наверное Его сравнить С тактикой Владимира Кличко Который тоже любит Дальнюю дистанцию Прямые удары Высокий Сухий Довгорукий Антропоматричний Даня тут Диктует Тактику Обумовлю Эти Да, ну Полюбился Так, прямо скажем Келадзе Братьям Кличко И Виталий О нем Хорошо отзывался И надо полагать На него Все-таки Делают Ставку Раз он уже Который раз Боксирует В Андеркартах К2 Промоушенс Русевичу Бо удари у него Важки И как что Влучшить Невідомо Что там будет Тяжело Подступиться Сейчас Русевичу Пытается он Выйти на свою Ударную дистанцию Келандзе Очень подвижен Маневрен Единственное Не всегда Вовремя Возвращает руки На место И вот Наверное Самый грозный Зараз перекрився Все так В идеале Взагалі Було б Зместитися И не залишатися Під цими ударами Але Якщо б же так Трапилось То Треба захищатися И от Добре Добре Так повернув Правою Яко Келандзе На зустріч Пробив Акцентовано Русевич Сейчас поднял Градус своих атак И Келандзе Пришлось отвечать Более серьезными Атаками Предыдущие раунды У нас были такие Более-менее Размеренные То А сейчас Перешли в Контратаке Оба И такой Достаточно Зрелищный момент Был в этом раунде Русевичу Где-то не хватает Наверное Техники Где-то он Разбалансирован Не так хорошо Координирован Но Видно что С характером Парень И повторы Так Справа Залетило Да Вот видели Да Характерный момент Когда оттягивался Назад С опущенными руками Келандзе Вот как сейчас И Такие моменты Мы часто видели В исполнении Владимира Кличко За что его Собственно Многие критикуют Критика состоит в том Что Теоретически Когда-нибудь Может найти Такой себе Аля Дэвид Туа Который может Пробить на скачке И достать Ну Но мы видели Десятки Напевно Уже таких Кто теоретично Мог бы Але Але не змог Тоже Повертается Боксеры В центр рингу Да Ну с такой Антропометрией Как у Келандзе Конечно Тяжело Тут работать Корпусом Уклончиками Ну у каждого Боксера Вообще Своя манера Вот такой Келандзе Такая у него Школа бокса Так он привык Жесткий удар По корпусу Так Выцелив Выцелив Ну вот Радить бити Втулуб Правою Польскому боксеру Его секунданти Без ударов Так от Все на руси Все на руси И от Добре Знову ж таки Справа на зустріч Это рада Вробити Келандзе Городничев В пути Під час перерви Меж раундами Я как келандзе Келандзе Кстати говоря Уже 13-й По версии IBF Теоретически Он уже даже Может боксировать За званием Чемпиона мира Напомним Там У нас Обладатель пояса По IBF Кубинис Хуан Пабло Эрнандес Также Келандзе Девятый По WBO Где у нас В чемпионах Марко Хук Который ушел Кстати говоря От Залонт Ивент Сейчас готовится С новым тренером В Америке И проведет Наверняка Первый бой В США Все это Теоретически Соперники Келандзе Тем временем Александр Усик У нас Уже тоже Высоко поднялся В рейтингах И по WBC Он 15-й Где чемпион У нас Россиянин Григорий Дрост Дрозда Многие сейчас Ставят После его Последних побед На первое место В Кузервейте Действительно Очень хороший Такой Одаренный Боксер Были у него И поразки И Теж Перемагать Его Звісно Можно И Не выключено Что Олександр Усик Это когда-то Сробит А пока Что Завершается Цей раунд Если Так Антонт Анализовать И Намагаться Предбачить Мой будущий То Я не знаю С кем бы хотел Побачить В рензе Яко Келазе И Эрнандес И Хук Мені здається Були б Дуже и дуже Непростими Для него Оппонентами Принаймні Наразі Наверняка Келазе Ставить Перед собой Самые Высокі Задання Наверняка Хочет Стать Чемпіоном Міра Так что В любом Случа Ему Нужно Уже Присматриваться К потенціальным Соперникам К чемпіонам В очевидці Промоутери Правильно Роблять Поступово Дуже підводять Його От до вершини Да Легко Не буде В любом Случае Но Это понимает Наверняка Эки Лац Этот поединок Можно рассматривать Как такой Тюнап Файт Для Поддержки Формы Для Чтобы не было Большого Простоя Но я думаю Сейчас многим Болельщикам Интересно Все таки Смотреть Тоже В этом Тяжелом Дивизионе Помимо Александра Усика Имеет перспективы А у нас Таких ребят Хватает Сегодня Троих Мы с вами Видим Псиджебы От Яго Киладзе Лукаш Русевич Ковтай И уже Двиче В цьому раунде Подключил Правую руку Для Удару Вживит Украинский Боксер И Двиче Это Прошло Певно Небезопас В них Есть Все таки Найсильнейший Удар Очевидно Правый Боковый В большинстве боксеров Не завжди Не завжди Его Вдається Ефективно Використ Але Якщо Вилучає Це Відчувається Спроба Аперкоту Не зовсім Вдало Але Що мені Імпонує Що Я Киладзе Почав Більш Вигадливо Рухатися Постійно Зміщуючись В бік Причому То в один То в інший Заплутуючий Таким чином Лукаша Русевича Да Кстати говоря После Возвращения Киладзе После Досадного Поражения От Каленги Яго Все бои Заканчивал Досрочно Причем До четвертого Раунда Сейчас Уже Мы видим Бой Затягивается Русевич Выдерживает Все лучшие Атаки Соперника Тут уже Особливых сумнів У стейкости Русевича Не было Так Хоч Трошечки Знайомившись Його біографію Стає Зрозумілим Що Цей хлопець Не з тих Кто Приїхав сюди Падати Да Как мы уже говорили Напомним Еще раз Что парень 38 боев Провел На проферинге Дважды Лишь проигрывал Досрочно Еще Боксировал С серьезными Такими Нокаутерами Как тот же Рахим Чехкиев Его не смогли А як добре Зараз Атакував Останнюю мить Лишь побачить Цей удар Русевич Ось удар Під руку Хороший удар Ну и джебе За джебем Однозначно Келадзе Переграє Перебиває Русевича Так Келадзе Такое впечатление Многое впитало В работе Спаринг-партнером С Владимиром Кличко И Даже Цікаво Что активно Похож на него Я бы сказал Так Шосе в манері Активні Я хотів сказати Настанови У куті Келадзе Натомість Повне мовчання Абсолютно тиша У польского боксера Просто Його так Освежили трошечки Секунданти Ну и Так Лівою смыкає Правою б'є Як Сергій Горничов Сказав Так І робить Як у Келадзе Але Звалити зніг Русевича Не вдається Да Со многими Боксерами Топ-уровня Русевич Проводил бои Конечно Опыта Ему не занимать Помимо того Что он хорошо Держит Он еще и Амортизирует Удары Соперники Не дает Развить Атаку Подключает Работу Корпусом Так что Пожалуй После Перерыва Келадзе Он сейчас Проводит уже Четвертый бой И это Самый сложный Соперник С тех пор Ну так и Мое Быти Врешті Решт Досить Тренуватися На кишках Час Буксувати С более Серйозными Хлопцями И От таки Непоступливі Тверді Как раз Потребні Соперники Для того Чтобы Відчути Власне Свой удар Для того Чтобы Добре Подихать Переверите Еще раз Свою Витривалість В том числе Ай Як Добре Як По-буксерски Красиво Відпрацював Зараз Яко Келадзе Той эпизод Який мы Бачили Отлительных Атак Такой серийной Работы От Келадзе Мы не видим В основном Работы Джебом Подключаю Правую руку Двойки В его Исполнении А вот Серий Мало Все таки Навіть Такий Шалений Буковий Відрусевича Може Приходить У собі Небезпеку На зустріч Тому Виправдана Така тактика Яго Келадзе Але Ну Здається Кожен з раундів Яго Яго Перемі В кожному З раундів Так А безусловно По очкам Келадзе Тут Выигрывает Буквально В каждом Раунде Хорошая Хорошая Концовка От Келадзе Такой Скрытый Правый Длинный Апперкот Левый Так мы видим Ну и Да Буквально Стойкий Думаю Думаю что Лукас Уже давно Набрит Джеб Яго Келадзе Ки Постійно Його Знаходить Левый Правый Все по классике Цей момент Було Але Головное Что вчасно Завдав цих ударов Яго Келадзе Зупинив Атаку И весь Цей Урив Наступальний Русевича И вдало Зарянтувався Яго В ситуации Трошки Зместившись В левий Бік Корпусом Він Фактично Провалив Суперника Сам Залишаючись В такій Зоні безпеки Бак Бак Брик Стоит Бак Ах На швидкості Ну что ж Вийде так Вийде так Але В жодному Випадку На цьому Акцент Робити не Варто Бо В такій Авантюрній Боксерській Манері І у Русевича Шанси З'являться А це Абсолютно Непотрібно Яго Який Перемагає Зараз За очками Переконливо І Без жодного Сумніва В цьому Треба просто Уважно Зосереджено Відпрацювати Цю останню хвилину Ну по всій виді Не було такої Установки Нокаутировати Соперника Ставити Це як ціль По всій виді Тренер Сергій Гордничов Пожелав Увидити Полну дистанцію Уисполнення Келадзе Одне діло Коли ти працюєш В залі І зовсім другое Ти можеш Продышатися В боєвих Условіях В поєдинку Ніхто В очевидь не був Бо проти Якби вдалося Лукаша Росевича Завалити Але Це дійсно Не головна Мета Тут І 14 секунд А ну 10 Уже залишається Последні секунди Поєдинка Пошел вперед Тут Росевич Тут клинчує І вяжет келадзе І дає йому роботати Ну і все Бой закінчен Завершено Цей поєдинок Прекрасний бій Заслужив свою долю Оплесків Не обияка Він шов вперед Він не уникав Зіткнень Він прагнув бою Тож Можна йому Лучше подякувати За те Що виступи На центр рингу Вийти на чемпионський бой Победа очередная Для Яко Келадзе Он улучшает Свой послужной список Укрепляє Свої позиції В рейтингах И мы, конечно, ждем